Здравствуйте! С вами программа Тетабет. И сегодня мы, как обычно, пригласили в начале передачи к нам для беседы гостя, преподавателя нашего Казанского Федерального Университета, с тем, чтобы поговорить снова об экономике, но с точки зрения другой науки. В данном случае мы выбрали филологию или, проще говоря, язык. И поэтому пригласили сегодня к нам в гости Валееву Алсу Фаатовну, доктора социологических наук, профессора кафедры романской филологии, Института филологии и межкультурной коммуникации. Тем более, у нее монография вышла не так давно, и где основным сквизующим моментом ее исследований явилась такая тема, как языковое поведение в полеэтническом обществе. Здравствуйте, Алсу Фаатовну! Здравствуйте! И поэтому сразу начнем с первого вопроса. Единственное, что напомним. Точкой отправной для нашей беседы послужила, в выходные данные мы здесь даем, послужила статья Кадочникова «Теоретика экономический взгляд на языковую политику», которая вышла в этом году в журнале «Вопросы экономики». Так вот, сразу же первый вопрос. Какие цели языковой политики, уважаемая Алсу Фаатовна, могут быть сформулированы органами власти в качестве основных мер по оптимизации управления экономикой? Спасибо за вопрос. Начнем с того, что государство является субъектом языковой политики. Это относится как к мононациональным, так и к политническим обществам. Но сейчас мононациональных стран осталось очень мало. В основном это политнические регионы, многоязычные, мультилингвальные. Главным субъектом языковой политики мы выделяем элиту общества. Это высокопоставленные чиновники, руководители церкви, ведущие, интеллектуалы, крупные бизнесмены и в том числе экономисты. Вспомним библейскую притчу о Вавилонском столпотворении. Когда Господом Богом, недовольным гордыней строителей, говоривших на одном языке, было запрещено людям строить башню до небес. И Бог произнес проклятие и создал множество разных языков для новых групп строителей. То есть люди говорят на разных языках. Языковые государственные стандарты можно применять в самых различных сферах экономики. Будь то производство, торговля, индустрия развлечений. Другое дело, что все иные локальные используемые языки не должны подвергаться дискриминациям. Применительно к современному Татарстану, где, как известно, закреплены два конституционно государственных языка русский и татарский, здесь могут использоваться для целей экономических коммуникаций также языки всех более или менее многочисленных этнических общностей, если это не наносит ущерба государственным или частным предприятиям. Впрочем, владельцам и персоналу предприятий, ориентированных на рынок, лучше знать самим, на каком языке или на каких языках вести дела с тем, чтобы добиться получения большей экономической выгоды. Спасибо. Я хотел задать вам уточняющий вопрос, но вы на него уже ответили. То есть государственные стандарты прежде всего ориентированы, языковые стандарты, на выгоду общества, того, где присутствуют эти рыночные агенты. Поэтому сразу перехожу ко второму вопросу. Сейчас на слуху так называемые НКО, даже их иногда еще называют иностранными агентами. Понятно, что иностранные агенты наверняка являются и носителями чужих языков, пусть не прямо, но косвенно. Так вот, вопрос, какие цели языковой политики могут быть сформулированы властью для реализации своей институциональной активности для этих общественных организаций? Очень интересный вопрос. Здесь, я бы сказала, речь идет о языковом планировании, деятельность, связанной с подготовкой нормативной орфографии, лексики и грамматики, которыми станут руководствоваться в речевых контактах, письменной и устной речи члены неоднородных речевых коллективов. И, конечно, роль первой скрипки в данном сегменте языковой политики должна принадлежать специалистам в области языка, местом работы которых являются как государственные учреждения, так и общественные организации. Отвечая на ваш вопрос, я хочу подчеркнуть, что единые государственные стандарты языковые должны быть. Иначе с нами может случиться то, что случилось со строителями Вавилонской башни. Мы просто перестанем понимать друг друга, а значит и совместная наша деятельность, в том числе экономическая, станет неэффективной. Лица, облеченные властью в сфере языкового планирования, обязаны привлекать к этой деятельности как можно больше профессионалов, прежде всего специалистов в области языка, социолингвистики, социологии языка. Со своей стороны, общественные и частные организации также должны стимулировать своих представителей к, возможно, более активной, масштабной и систематической работе по развитию и совершенствованию. Видите ли, язык не может быть статичным и неизменным. Он должен шагать в ногу со временем и соответствовать тем реалиям, которые происходят. Например, переход к рынку. И здесь мне бы хотелось посетовать на то, что лексика-то сама стала больше иностранной сейчас. В основном английская. Мы слышим такие слова, как маркетинг, лизинг, консалтинг, маржа, овердрафт и прочее. Почему бы не поискать и не создать, в конце концов, русские и татарские эквиваленты английским словам и выражениям? Согласен с вами. В этой связи мне вспоминается фраза одного из наших функционеров, одной из молодежных организаций, который говорил, что у нас установка такая. Татаризируй все актуальное, актуализируй все татарское. Согласен. Но уточняющий вопрос. Могут ли общественные организации претендовать на ведущую роль формирования языковой политики в государстве? А почему нет? Обязательно общественные организации являются проводниками языковой политики и экономики. Я приведу пример. Например, Александр Леонидович Сологаев, покойный ныне, столько сил вложил в то, чтобы именно письма от населения доходили до президента. Он был глава патриархальной общины, православной общины в Татарстане. И к нему со всех концов Татарстана шли письма, где родители учащихся просили, требовали, например, побольше часов дать в школьном образовании на русский язык. А это, собственно, общественная организация. Сейчас мы не будем трогать образование, потому что это тонкая материя. Мы поговорим об экономике, иначе мы зайдем немножко в другую сторону. Но это неизбежно. Ну неизбежно, но что же поделать. У нас определенная программа, определенный лимит времени. Поэтому третий вопрос. Какие цели языковой и политики в стране могут быть востребованы, допустим, у нас в Татарстане, со стороны международных организаций и многонациональных корпораций, которые все больше и больше начинают присутствовать в экономике? Вы имеете в виду МНК, ТНК? Тех, которые приходят. Те самые иностранные прямые инвестиции. Ответ на этот вопрос уже, как говорится, дан самой жизнью. Международные организации и транснациональные корпорации, о которых вы говорите, уже давно сформулировали четкие и ясные требования к специалистам, которых они приглашают к себе на работу. Специалист должен хорошо, в крайнем случае удовлетворительно владеть двумя, а еще лучше, большим количеством языков, чтобы уметь устанавливать контакты, поддерживать и развивать деловые связи с большим числом разноязычных экономических агентов. В конце концов, это вопрос экономии ресурсов, большей рентабельности и прибыльности предприятий, входящих в структуру мультинациональных корпораций, так называемых МНК и транснациональных компаний. Иными словами, на мой взгляд, международным организациям и не только экономическим нужны в первую очередь билингвы и полилингвы. Как в этой ситуации должны вести себя Россия и Татарстан? Если государственные учреждения заинтересованы в развитии международного сотрудничества, обмене информацией, товарами, услугами, ответ очевиден. Следует значительно больше внимания уделять изучению иностранных языков – китайского, английского, испанского, французского языка – в школах, колледжах, вузах и даже в дошкольных учреждениях. В нашем вузе, например, развита система, развивается специальная тема – полилингвальное дошкольное образование. Что же касается родителей, которые хотят обеспечить своим детям успешную карьеру в будущем и благополучное будущее, то они даже сейчас, в эпоху кризиса, тратят немалые деньги, обучая своих детей в специализированных школах с преподаванием иностранных языков, отдают их в садики, где на выбор предлагаются разные языки, тратят очень много денег на подготовку к ЕГЭ, чтобы поступить в желанный вуз. Ну, хорошо. Это благая, как говорится, идея родителей, возможно, и действительно приведет к какой-то цели. Но вот в завершение нашей с вами беседы давайте все-таки ответим на главный вопрос. Государство должно все-таки проводить самостоятельную политику в экономике с точки зрения языка и межэтнических отношений или все-таки подстраиваться под межтрансоциальные корпорации, требования их? Это очень тонкий вопрос, на который однозначно ответить нельзя. Это тема нашей будущей встречи. Наверное, да. Но все-таки ваше мнение. Мое мнение, государство должно способствовать, оно должно создавать поле деятельности, улучшать образовательную сферу. Прежде всего. Прежде всего. Но диктовать государство не может. Инициативы должны идти снизу от бизнес-кругов, от бизнес-комьюнити, есть такое понятие, предпринимательских кругов, тех, кто, собственно, может выделять какие-то субсидии. Вот. Такое мое мнение. Спасибо. Спасибо вам за встречу нашу. Пожалуйста, спасибо. Надеюсь, что мы еще раз поговорим на эту очень интересную тему. Спасибо вам, Вячеслав Михайлович. До свидания. А теперь мы переходим к другим частям нашей программы ТЭТА-БЭТ. Сначала мы послушаем ребят из финансового клуба КФУ, которые являются экспертами рейтингового агентства ФИНИСТ. Добрый день. В уходящем году санкции с России так и не сняли, а геополитическая ситуация остается напряженной, что оказывает давление на российскую экономику. Впрочем, не стоит забывать и о внутренних, о структурных причинах текущего положения. Если риторика наших западных партнеров может измениться в один день, то коренные проблемы национальной экономики не решить даже за год. Поэтому Центральный банк совместно с правительством Российской Федерации продолжает искать новые пути оздоровления российской экономики, как внутри государства, так и во внешней политике. О начале роста экономики говорить пока рано, скорее мы находимся лишь на стадии восстановления. Тем не менее, на текущий момент существуют и позитивные тенденции, о которых стоит сказать. Во-первых, заметно снизилась инфляция, что соответствует базовому прогнозу Банка России. Так, в ноябре 2016 года она составила 5,8% и сократилась в 2,5 раза по сравнению с ноябрем 2015 года. Во-вторых, позитивная динамика позволила мегарегулятору в сентябре 2016 года восстановить ключевую ставку на уровне 10%, что с возможностью ее дальнейшего снижения в первом-втором квартале 2017 года, что сделает кредиты для населения и бизнеса более доступными. В-третьих, несмотря на то, что ВВП Российской Федерации в 2016 году снизится на 0,5%, в прогнозах МВФ и ведущих рейтинговых агентств заложен рост в 2017 году примерно на 1%. Среди позитивных факторов мы также можем выделить сокращение оттока капитала до 16 млрд долларов, это минимальное значение с 2008 года, а также укрепление рубля по отношению к доллару на 19% с начала 2016. В то же время безработица остается на уровне 5%, а дефицит бюджета к концу 2016 года составит примерно 3,5%. На данном фоне более позитивно выглядит российский фондовый рынок, а именно сектор энергетики, металлургии и финансовый сектор. Лидеров роста по рынку в целом и по акциям из индекса МВБ вы можете видеть на данном графике. Также 8 декабря 2016 года индекс МВБ достиг показателя 2200 пунктов. Это исторический максимум за всю историю торгов. При этом рост составил 27% с начала года. РТС показал рост в 45% и на данный момент составляет 1160 пунктов. Рост российского рынка до сих пор выглядел вполне справедливым. Темпы ралли были избыточными относительно других рынков. Отчасти это подтверждается сравнением долларового РТС с общей динамикой развивающихся стран. В последние недели наш рынок выглядел абсолютным лидером среди своих коллег. Сегодня наступил момент, когда в большей степени проявляется природный страх не перед тем, что бумаги вдруг начнут падать, а скорее, что потом они станут еще дороже и покупать будет уже совсем неудобно. Это становится возможным, когда нет очевидных фундаментальных причин для дальнейшего снижения и опасений. Поступательное снижение инфляции, четкие и понятные действия центрального банка, замедление темпов падения экономики в целом, плюс стабильный национальный курс рубля и плюс цены на нефть придают инвесторам определенную уверенность. С этим сложно спорить, что, собственно, и подтверждается графиком голубых фишек. По индексу МВБ серьезные технические препятствия сегодня расположены около уровня 200-300 пунктов. До сих пор рынок не замечал сопротивлений и преодолевал их без технических коррекций, однако эти отметки, как мне кажется, могут временно остановить предновогодние ралли. И, возможно, рост в первом квартале 2017 года еще будет иметь место, но в текущей ситуации во многих голубых фишках есть риск нарваться на коррекцию. Стопроцентный рост капитализации итальянских банков или падение сектора здравоохранения США на 50%. Звучит, конечно, страшновато и даже шокирующе, но большинство аналитиков даже не заикаются о подобных темах, исключая Саксо Банк. Датский банк, который очередной раз в этом году выпустил порцию шокирующих предсказаний на следующий год. Вот 10 предсказаний, которые могут всколыхнуть рынки. И примечательно, что этот прогноз опубликован в 2016 году, когда мы увидели такие события среди черных любедей, как Brexit и выборы в Соединенных Штатах. Итак, начнем. 10 событий, которые могут всколыхнуть рынки в следующем году. Первое. Brexit никогда не станет реальностью. Великобритания останется в ЕС. Речь идет о том, что ЕС может уступить в нескольких вопросах, в частности, по миграционам, и тогда Великобритания изменит свое решение. Второе. Китайская экономика может ускориться вместо незначительного роста, как предсказывали ранее эксперты. И главный основной фондовый индекс страны может долететь до 5000 пунктов. Третье. ФРС зафиксирует доходность 200-летних трежерис на уровне 1,5%. Предполагается, что активная фискальная политика Дональда Трампа увеличит доходность до 3%. Затем, чтобы успокоить рынки, Фед последует политике Банка Японии и снизит ставки до 1,5%. Четвертое. Уровень дефолтов по корпоративным бандам США станет значительным и превысит 25% в этом году. Распродажи облигаций по всему миру уже стартовали, и это значит, что рефинансирование корпоративных долгов станет более проблемным. Пятое. Обвал меди. Подобное может произойти в случае разочарования экономической политикой Трампа с его инфраструктурными расходами, а также меньшего спроса со стороны Китая. В результате цены на медь могут опуститься на 50%. Шестое. Рост популярности криптовалют, в частности биткоин. Эти валюты уже доказали в прошлых годах, что они могут и имеют место быть в реальной экономике. Соответственно, в следующем году мы можем увидеть больший рост популярности среди частных инвесторов. Седьмое. Падение акций с сферы здравоохранения США на 50%. Это тоже зависит от политики Трампа и его неправильного отношения к Обаме Кейр, либо системе страхования, которую развивал предыдущий президент Соединенных Штатов. Соответственно, сектор может легко упасть на 50%. Восьмое. Мексиканский Песо отправится от эффекта Трампа, опять-таки, с президентом США. Он не станет строить знаменитую стену между Мексикой и США, и тогда валюта укрепится. Девятое. Итальянские банки взлетят более чем на 100%. Это может последовать в результате создания нового института Европейского банка проблемных долгов. Финучреждение Еврозона получит возможность рекапитализации. В результате акции итальянских банков, нагруженных 200 миллиардами европроблемных долгов, станут самым прибыльным активом в новом году. И последнее. Десятое. ЕС выпустит евробанды для финансирования инфраструктурных инвестиций в объеме 1 трлн евро. Столкнувшись с угрозами со стороны евроскептиков, ЕС запустит шестилетнюю программу стимулирования экономики в размере 600 млрд евро, помимо этого будут реализованы обозначенные инфраструктурные инвестиции. Как результат, взаимосвязи в рамках региона укрепятся, также будет наблюдаться приток капитала. Таковы прогнозы от САКС и Банка на грядущий год. Закладывать их в цены или нет, это уже дело каждого инвестора. Перейдем теперь к рынкам. Начнем с нефтяного. И главным событием для нефтяного рынка стало заключение сделки по сокращению добычи странами вне картеля ОПЕК. На взгляд экспертов, многие участники соглашения будут нарушать квоты. Во-первых, слишком велик соблазн при текущем уровне цен. Во-вторых, совсем непросто осуществить сокращение производства чисто технически. Пусть неофициально, но в действительности объемы добычи могут превышать заявленные. Схем можно придумать массу. Мы можем лишь надеяться, что этого не произойдет. И нефтяные котировки не будут реагировать снижением. Заключенные странами, которые контролируют 60% мировой нефтедобычи сделка, будут сдерживать нефтяной рынок от сильного падения, как минимум 1-2 месяца. То есть в этот период не ожидается каких-либо сильных трендовых движений. Будет либо консолидация, либо заскок чуть выше текущих отметок и боковик. Сейчас мы как раз начали наблюдать за достаточно спокойной динамикой. В качестве важного уровня сопротивления по бренду выступает отметка 57,7 долларов за баррель. Выше пока не собираемся. Если вдруг котировки все-таки уверенно закрепятся над этим значением, то откроется дорога к финальной цели роста в районе 61 долларов за баррель. О более высоких метках сейчас речи не идет, к сожалению. Ну а пока страны ОПЕК договариваются о сокращении добычи, в Северной Америке нефтяные компании продолжают бурить. Согласно данным Baker Hughes, количество активных нефтяных буровых установок в США продолжает увеличиваться. Многие компании активизировались на опережение. Текущие уровни цен, по всей видимости, устраивают многих игроков. К тому же в данный момент у компании есть неплохая возможность хеджировать текущий уровень цен через операции с дальними фьючерсами и опционами. Валютный фактор в данный момент оказывает преимущественно нейтральное влияние на сырьевые товары. Индекс американского доллара консолидируется возле ранее достигнутых отметок чуть выше 100 пунктов. Что касается рисунка пары доллар-рубль, то после пробоя 63,5 благополучно отработались цели на 61,62. Более того, курс недавно опустился даже чуть ниже 61, создав риск тестирования отметки в 60 рублей за доллар. Что делать в такой ситуации валютному спекулянту? Можно покупать доллар, выставив стоп-заявку чуть ниже 60. Однако стоит понимать, что такого масштабного диваливационного потенциала сейчас на рынке не наблюдается. Что делать тем, кто когда-то купил доллары? Сложный вопрос, но проще всего терпеть, так как выходить уже поздно, размещать их в валютные инструменты и просто считать капитал в долларах, а не в рублях. Одной из нескольких причин крепкого рубля является и тот факт, что сейчас наблюдается повышенный спрос на российские ценные бумаги, в частности на долговые. Индекс государственных облигаций растет уже 10 торговых сессий подряд, и более половины снижения приходится на последние три месяца, и это снижение уже отыграно. Рост индекса — это снижение доходности по ФВЗ. Сейчас реальные процентные ставки по-прежнему находятся на положительной территории. Если мы посмотрим на индекс потребительских цен, то он продолжает уверенно снижаться, тогда как доходность по ФВЗ находится примерно в районе 8,5-9%. Ну и наконец, мы не будем забывать и про завершившиеся заседания ФРС США, последние в этом году. Ставку ожидаемо подняли на четверть процентного пункта, а также заявили о трех повышениях в следующем году. О том, как скажется это на рынках, говорить пока сложно. Динамика фондовых площадок в России даже после поднятия ставки была негативной. Возможно, это связано с тем, что инвесторы уже заложили действия Федов в ценовые активы. Но факт того, что теперь рынки непрямолинейно реагируют на слова Джанет Йеллен, налицо. А теперь мы послушаем других экспертов группы Элса, которые представляют Казанский инновационный университет имени Тимирясова. Здравствуйте, меня зовут Гудухаков Фаниль. Я студент Казанского инновационного университета имени Виталия Гайнуловича Тимирясова. На данном графике представлен индекс деловой стабильности компании «Пауэроснефть» за период сентябрь-октябрь-ноябрь месяц 2016 года. На данном графике видно, что индекс деловой стабильности относительно адаптивен. Также заметны незначительные скотки, которые связаны с тем, что акционеры не хотели попасть под действие антимутопольного закона. Мои рекомендации – воздержаться от покупок акций компании «Пауэроснефть». На следующем графике представлен индекс деловой стабильности компании «ГМК Норникель» за аналогичный период. Индекс деловой стабильности компании «ГМК Норникель» относительно стабилен. Мои рекомендации – не стоит покупать акции компании в больших объемах. Здравствуйте, меня зовут Равиль. Я являюсь студентом Казанского инновационного университета имени Виталия Гановича Тимирясова. И сегодня мы поговорим о том, стоит ли вкладывать свои деньги в акции компании «Татнефть» и «Башнефть». Неважные финансовые и операционные показатели «Татнефти» и невысокие дивидендные доходы обуславливают рекомендацию «держать» по акциям компании в расчете на улучшение ситуации. Также не рекомендуется продавать акции, поскольку наблюдается подъем. Что же касается компании «Башнефть», то здесь ситуация не менее интересна. В связи с приватизацией компании «Роснефтью» акции компании нестабильны. Как видно на графике, наблюдается закономерность подъемов и падений, поэтому рекомендация будет следующая. Акции стоит покупать, при этом пристально следя за деятельностью компании и взвешивая свои решения. Все же, как говорится, кто не рискует, тот не пьет шампанского. Ну и, наконец, последняя часть нашей программы – это традиционное домашнее задание студентам. Информация к размышлению, которую представляют наши эксперты. Здравствуйте! Я Горбатова Юлия, студентка 4-го курса Казанского инновационного университета имени Виталия Гайновича Тимирясова. На экране показаны три графика индекса деловой стабильности России за сентябрь, октябрь и ноябрь месяца 2016 года. На данных графиках видно, что ИДС идет по нарастающей от месяца к месяцу. Относительно адаптивный, адаптивный и относительно нестабильные уровни. По нашему мнению, это связано с тем, что российская экономика зависима от внешней конъюнктуры рынка, факторами которых являются выборы президента США, неопределенность заморозкой добычи нефти странами ОПЕК и с выгодами от приватизации пакета акций Роснефти. Отсюда вопрос, насколько сильно, по вашему мнению, зависит российская экономика от внешних факторов? И что нужно сделать, чтобы эта объективная зависимость не стала факторами риска? Ну и на этом все. Удачи в новом году, хорошей сессии и веселых каникул!